Господа и дамы, мы перенеслись на улицу. А всё дело в том, что смотрите, у нас во-первых, да, здесь солнечно, несколько теплее, чем действительно предполагалось, и именно поэтому у нас появляются замечательные люди с замечательными, не менее замечательными гоночными квадрокоптерами. Всё дело в том, что 11 августа в 12.00 на острове Татышев состоится большой фестиваль гоночных квадрокоптеров Аэропикник. Это фестиваль под открытым небом с элементами пикника, главным событием которого станут масштабные соревнования по дрон-рейсингу. У нас в гостях заместитель директора Центра технического проектирования, организатор Аэропикника и серебряный призёр Кубка этапа мира по дрон-рейсингу Иван Шульгин. Ваши закадровые аплодисменты, господа. Уха! И бронзовый призёр чемпионата России Александр Ганин и Александр Наймушин. Это наши пилоты. Они уже заряжены в аппараты. Вот видите, странно выглядящих людей, которые просто... И можно показать как раз, что они сейчас видят. О, классно! Смотрите, что у нас есть. Прямо сразу мы отправляемся в то, что ребята видят. Слушайте, это круто на самом деле. Хорошо, что мы тоже можем поучаствовать в этом процессе, в общем-то, и посмотреть действительно. Представляете, вот это то, что вы сейчас видели, это то, что сейчас видят вот эти замечательные дроны, которые летают через ворота между деревьями. Господа, соответственно, с огромным количеством вопросов. Во-первых, как это работает? Во-вторых, что за фестиваль? Что будет происходить? Сто вопросов отвечайте на все подряд. Всё как обычно. Хорошо, доброе утро. На самом деле, действительно, уже не первый год в городе Краснодарский проходит соревнование по гоночным дронам. Третий год это уже будет чемпионат Сибирского федерального округа. И, что самое главное, в этом году это первый официальный. Потому что в прошлом году дронрейсинг стал официальным видом спорта во всём мире. В январе этого года он стал официальным в России. Теперь это самый настоящий вид авиамодельного спорта, в котором молодые пилоты могут не только участвовать, но и достигать высоких результатов и зарабатывать спортивные звания вплоть до мастеров спорта международного класса. Вот здесь как раз хочется отметить, что в прошлые выходные в Подмосковье прошёл чемпионат России и этап Кубка мира, в котором принимали участие пилоты сборной команды Краснодарского края. И непосредственно вот как раз один из представителей это Иван Шульгин, серебряный призёр этапа Кубка мира. Поэтому ранг соревнований у нас высокий. И пилоты у нас будут принимать участие не просто те люди, которые приедут, но и пилоты, которых уже знает не только вся Россия, но уже и весь мир. И поэтому, наверное, о том, как это было вкратце, как мы готовились, что это было, наверное, лучше пусть расскажет Иван. А я потом дополню, а что же будет ещё более подробно на нашем фестивале. Слушайте, они не просто быстро летают, они ещё и быстро говорят и делают это прям как заправские телеведущие. Классные у нас сегодня гости. Я прям рад всему, что происходит. Я сегодня прям как ребёнок, которому подарили долгожданную огромную конфету. Всё, что вокруг меня происходит, сейчас исполнено от моих прям детских желаний. Классно, классно, классно. Классно, классно. Иван, расскажите нам, пожалуйста, ещё больше подробностей. Ну, могу рассказать про соревнования. Прошли они просто великолепны. Единственное, нас немножко подвела погода. Одну гоночку отменили. А так просто отлично прошло всё. Ну, а мне интересно узнать, с чего это началось? Как вот у человека возникает желание, не знаю, там не пойти побегать, а пойти позапускать такую вот сложную штуку, достать с ней технически? Наверное, не каждый сможет. Ну, это классическое желание летать. Просто кто-то садится в самолёт, кто-то вот собирает квадрокоптер, начинает гонять. Как летать, если тебе лень выйти из дома, или просто лень ходить, или просто лень куда-то подниматься, что-то в самолёт, что-то там мучиться, чего-то там получать. Ты просто сконструировал себе сверхскоростное пилотируемое средство, надел очки, виртуальная реальность у тебя перед глазами, и просто вот эта вся история происходит. Скажите, пожалуйста, а можно мне попробовать сделать то же самое, ну, хотя бы чуть-чуть позапускать вот эту всю историю в очках? Да, конечно. Смотрите, я тебе отдаю микрофон. Для этого надо приехать сначала в центр, научиться летать, пройти курс обучения, а только после этого уже взять руки передатчиков. А вот не всё так просто, как оказалось. Классно. Но возможность такая есть, на самом деле, у любого жителя города Красноярска, потому что наш Центр технического проектирования, который является организатором этих соревнований, помимо этого занимается развитием научно-технического творчества молодёжи в городе Красноярске. И, опять же, в рамках даже уже фестиваля можно будет окунуться в это направление, потому что будет огромное количество локаций. Ещё раз скажу, что основная локация – это чемпионат Сибирского федерального округа по дрон-рейсингу, но очень много локаций будет связанных напрямую с небом, потому что девиз фестиваля – у нас летает всё. Мероприятие ноль плюс, поэтому даже для самых маленьких будет что посмотреть, связанное с авиационной техникой. И, отвечая на ваш вопрос «хочу полетать», одна из локаций – это будет симулятор, где специальное программное обеспечение, джойстик в виде самого настоящего передатчика, и можно будет на компьютере попробовать свои силы в управлении этим аппаратом. То есть даже так возможно? Я сейчас попрошу нашего оператора вблизи показать подлетающий квадрокоптер. На самом деле это настолько всё чувствительно и настолько всё мастерски пилотируется, что он практически на расстоянии 20 сантиметров от нашего оператора. И если бы я сейчас был на его месте, мне было бы страшно, потому как вот если... ...скоростными лопастями попадёт куда-нибудь в тело, это сильно больно? Да, это сильно больно, поэтому, как и любой другой технический вид спорта, он крайне опасен. Поэтому все соревнования проходят на определённых закрытых участках, поэтому и лётная зона, естественно, будет тоже отделена от зрителей зоны безопасности. Помимо этого, несмотря на то, что здесь мы пока видим такие небольшие пролёты, эти аппараты могут разгоняться до 160 км в час. 160 км в час. Самое главное, чтобы вас не тошнило в пути, когда вы надеваете очки виртуальной реальности и берёте передатчик в руки, я ещё раз представлю наших невероятнейших научной и вообще точки зрения. Евгений Юденко, правильно? Юденко. Юденко, правильно. Заместитель директора Центра технического проектирования Иван Шульгин, серебряный призёр этапа Кубка мира по дронрейсингу, Александр Ганин, участник аэропикника, и Александр Наймушин, тоже участник пикника, аэропикника, которые прямо сейчас занимаются... Там, по-моему, кто-то потерпел крушение, пока я объявлял наших гостей. Спасибо вам огромное за то, что зарядили экшеном нас и наших телезрителей. В общем, летайте вместе с нами, летайте лучше нас, летайте по нашему эфиру, серфите по волнам, что называется, господа. Смотрите... 11 числа приезжайте на аэропикник. Остров Татышева, восточная сторона. Будет очень жарко. Ну а до 11 числа вам нужно смотреть телеканал ЕСИ, для того, чтобы узнать, что конкретно смотреть, смотрите обзор фильмов и программ.